Девушки отдыхают В цикле из четырех книг описана не только жизнь со всех ее сторон, но и история Италии, а именно традиции, творчество этой страны и отношение людей к ним. Несмотря на то, что о личности автора ничего не известно, Элена Ферранте завоевала популярность не только в родной стране, но и за рубежом. Второй автор, на котором стоит остановиться, это Джон Бойль. Две его книги «Мальчик в полосатой пижаме» и «Мальчик на вершине горы». Они абсолютно разные, но обе рассказывают об жизни людей во время Великой Отечественной войны именно в Германии. Ирландским авторам написано 17 романов. «Мальчик в полосатой пижаме» и «Мальчик на вершине горы» стали бестселлерами. Елена советует прочесть их не только взрослым, но и подросткам. Стоит также отметить, что есть экранизированная версия первой книги этого автора. Ну и, конечно же, третий автор, великолепный Фредерик Бакман. Его книги также у нас в наличии есть в библиотеке номер один. Его стоит читать абсолютно всем. Он абсолютно разный. И «Вторая жизнь уверена». Здесь была Бритмария. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. «Медвежий угол» – легендарная его книга. Книги, они абсолютно разные. Захватывают с первой страницы. Книги шведского писателя Фредерика Бакмана издаются на 25 языках мира и выпускаются в 40 странах. Среди них также есть экранизированные романы, которые получили признание множества и читателей, и зрителей. Можно сказать с уверенностью, что среди всех этих авторов и произведений каждый найдет свое. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».